Добрый вечер, итоги дня на телеканале Хабар в студии Марат Мухаммед Салиев. 10 тысяч казахстанских семей получат новые пособия. Их будут выдавать семьям, в которых живут инвалиды старше 18 лет. Раньше это пособие родителям детей-инвалидов выплачивали только до совершеннолетия. Об этом сегодня рассказала Светлана Жакупова, вице-министр труда и социальной защиты населения. Это выбор семьи. Семья может выбрать, что либо мама, которая сидит дома, не работает, и будет ухаживать за инвалидом с детства первой группы и будет получать данную выплату. Либо же мама может работать, но при этом она может получать услуги индивидуального помощника. И сегодня же вице-министр разъясняла, нужно ли делать отчисления в пенсионный фонд казахстанцам, которые продали машину или квартиру. Никаких денег в этих случаях перечислять в НПФ не надо. Вносы необходимо осуществлять только с полученного дохода по договорам. Что сейчас происходит? Многие работодатели и многие физические лица для того, чтобы уйти от обязательных платежей, от пенсионных взносов, они просто берут и заключают этот договор и просто не платят пенсионных взносов. И никто не думает о своем пенсионном обеспечении, что когда наступит старость, как я говорила, кто не работал, кто не участвовал, ранее в пресс-конференциях, и каждый раз делаю упор, что они будут получать всего лишь гарантированную в пределах 50% величины прожиточного минимума, например, базовую пенсию. К первой химической кастрации педофилов в Казахстане готовится в Туркестанской области. Эта мера назначена по решению суда и итогам судебно-психиатрической экспертизы. Сейчас осужденный за это преступление уже на свободе, и принудительное наказание будет осуществлено по месту его жительства. Сабиб Айбусинов выяснял, насколько эффективна химическая кастрация. Эта страшная трагедия переполошила всю Кузеларду. Она произошла в начале июля в садовом товариществе Ягодка. Там надругались над 9-летней девочкой. Ее мать, которая пыталась защитить своего ребенка, убили. Маленькая жертва попала в реанимацию. После лечения девочку из больницы выписали. Сейчас она в безопасности вместе со своим отцом и бабушкой. Сейчас по факту убийства женщины и изнасилования девочки ведется досудебное расследование. По подозрению в совершении данных преступлений задержан житель Кузеларды. Он во дворе он в изолятор временного содержания. Другие сведения мы не можем разглашать из-за тайны следствия. В 2017 году зафиксировано 364 факта насилия в отношении детей. Педофилы и насильники несут заслуженное наказание. А с 1 января 2018 года в Казахстане разрешили применять кастрацию. Химическую. Правда, после того, как это позволит суд, и соответствующее решение вынесет судебно-психиатрическая экспертиза. Помимо самой химической кастрации, как применения антиандрогенного препарата, с данным лицом необходимо проводить работу. То есть это определенная психотерапия, то есть это комплексные мероприятия проводятся. Целью химической кастрации именно является предупреждение о состоянии декомпенсации. Это непреодолимое сексуальное влечение, скажем, детям. И вот задача химической кастрации именно подавление. Инъекция снижает мужское либидо, но действие препарата кратковременно – две недели. Стоимость одной ампулы – 4000 тенге. Всего курса 127 тысяч на одного человека. В 2018 году на эти цели выделено почти 10 миллионов тенге. На сегодняшний день пока ни одного педофила химической кастрации не подвергли. На сегодня по результатам судебно-психиатрической экспертизы химическая кастрация назначена одному из осужденных в Туркестанской области. Постановлением суда ему назначено это наказание, но он в мае текущего года освободился по завершению срока наказания. Теперь принудительная мера наказания будет по месту жительства проводиться. Сейчас в стране наказание отбывает почти тысяча педофилов. А вот проводить химическую кастрацию насильником или нет, суд решает за полгода до освобождения преступника из тюрьмы. В текущем году порядка 30 материалов, направленных в суд администрациями учреждения, судом отказано в проведении судебно-психиатрической экспертизы. Еще порядка 40 материалов в настоящее время находятся в суде на рассмотрении. В частности, один из них уже решен. Это касается одного из осужденных, который отбывает наказание в Мангистауской области. Но психологи считают, что химическая кастрация педофилов – это не выход из ситуации. Причины полового увлечения к детям лежат гораздо глубже. Чаще педофилия формируется под воздействием психологических травм. И препаратами это сексуальное отклонение не вылечить. Если мы пойдем в психологический анамнез педофила, то мы увидим там какие-либо детские его собственные травмы. Достаточно частотным является изнасилование. Насилие над ним сексуальное или физическое, которое как раз и приводит к педофилии. Чем отличается данная перверзия, то есть отклоняющаяся сексуальное поведение от всех остальных, тем, что педофил испытывает удовлетворение в том числе и в первую очередь от власти. Как химическая кастрация повлияет на ситуацию в целом, пока судить рано. Эксперты говорят, прежде всего осторожнее нужно быть родителем. Не отпускать детей без присмотра и зазубрить вместе с ними правила поведения с незнакомцами на улицах. К тому же осужденных насильников в стране можно узнать в лицо. Вот уже несколько лет в Казахстане функционирует электронная карта педофилов. В нее внесены все данные о преступниках. Их фото, имя, фамилия, адрес проживания и данные о судимости. Сабиба Ибусинов, Аян Сарсинбаев. Итоги дня. Казахстанец, погибший во время камнепада в горах Кыргызстана, был жителем Алматы. 42-летний альпинист работал в одном из научно-исследовательских институтов. Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин сегодня рассказал подробности спасательной операции туристов-следника в Кыргызстане. Накануне на высоте свыше 4000 метров над уровнем моря группа туристов попала под камнепад. В результате один человек скончался от травм, шестеро пострадали. Сход скальных пород, по словам специалистов, вызван произошедшим недавно землетрясением. Эта группа организована была самостоятельно этими людьми и уже покорение неоднократно восхождение, в том числе, Кыргызстана, так называемой шестой категории сложности вершины. Сложно были метеоусловия, ночное время низкие температуры. Ну и самое, наверное, что, почему это произошло, наверное, это уже каждый, кто ходит в горы, понимает, что риск всегда существует в горах. В основном у всех пострадавших туристов ссадины и ушибы. По словам медиков, один получил перелом. Угрозы для жизни двух казахстанцев и трех россиян нет. В госпитализации они не нуждаются. Четверо пострадавших было доставлено в ближайшую клинику, в 4-го городскую клиническую больницу. Возраст пострадавших самому старшему 68-го года, самому 19-го, 92-го года рождения. Все пострадавшие в мускулы пола. Характер травм, в основном ссадины, ушибы передней брюшной стенки. У одного пациента имеется, пострадавшей имеется перелом. Ежегодно покорять пики в Кыргызстан прибывают более 10 тысяч туристов из всех стран мира. Из-за сложных условий и большой высоты альпинисты всегда подвергаются риску. В Жамбулской области на месте схода грузового состава на участке Моинт-Шаганак продолжаются восстановительные работы. С рельсов сошли 11 вагонов из 50. Для ликвидации ЧП задействованы восстановительные поезда станций Шу и Сар-Шаган. По информации специалистов, Жамбулского отделения железной дороги к данному часу с путей уже убрали 7 вагонов, осталось еще 4. Предварительная причина происшествия – излом боковой рамы грузового вагона. Из-за аварии остановлено движение пяти пассажирских поездов. Они сейчас находятся на станциях Коктас, Сар-Шаган и Чаганак. По информации специалистов КТЖ, в пассажирских поездах сейчас находятся 3024 человека. Для них организовали полевую кухню, но еды, по словам тех, кто ожидает продолжения поездки, все равно недостаточно. Два хлеба и две колбасы на один вагон, получается, давали. 12 часов дня было. Воду само собой по одной поклажке приносили. Один раз, потом все, поклажки закончились у них. Жители, которые тут живут, один мужчина нас с детьми увидел, что мы на улице. Маму, которая с детьми, он всех себе домой привел. Мы сейчас у них вот дома. Сказали, что поезд будет отправиться в 10 часов, наверное, вечера или в 12. За один день два самолета «Эра-Астаны» столкнулись с птицами. Инциденты произошли в аэропорту Алматы 25 июля. В авиакомпании уточнили, что в одном случае самолет получил повреждение корпуса, а с начала года, по данным авиаперевозчика, зарегистрировано 37 случаев столкновений самолета в компании с птицами. В прошлом году 72. 10 из них окончились ремонтом воздушных судов и 19 с задержкой вылета. В компании инциденты связывают с близким расположением к воздушной гавани ферм и свалок, куда слетаются птицы. В этой связи «Эра-Астана» хотелось бы обратить особое внимание комитета гражданской авиации, органов местной исполнительной власти и первых руководителей аэропортов Казахстана на орнитологическую ситуацию вблизи аэродромов. Толкновение воздушных судов с птицами представляет серьезную угрозу безопасности полетов. Только наши совместные усилия с привлечением органов местной власти, руководства аэропортов, специалистов по орнитологии и экологии под общим руководством КГА могут дать положительные результаты. Сбои в работе объединенных банков Казкома и Народного будут наблюдаться до конца этой недели. Проблемы с онлайн-сервисом возникли накануне. В Финансовом институте рассказали о жалобах казахстанцев на сбои и очереди в отделениях по всей стране. В Халык-банке заявили, что не ожидали такого наплыва клиентов. В филиалах, рассчитанных на обслуживание 350 человек, в день принимали больше тысячи посетителей. Другая проблема – сбой электронной системы обслуживания. Сейчас сервис-центр объединенного банка решает возникшую проблему. Сегодня, по данным банка, ажиотаж пошел на спад. К такой нагрузке мы до конца не были готовы, и здесь мы признаем свои проблемы. Я думаю, здесь вопрос, наверное, там, нескольких дней мы это все потихоньку приведем в порядок. В основном, весь объем операций, который был доступен клиентам. В основном, жалуются на то, что не удается сделать какие-то операции, кто-то не может войти, потому что действительно большая нагрузка. И достаточно много жалоб мы получаем из-за того, что не сохранилась история предыдущих платежей и так далее. Поэтому здесь просьба просто проявить немножко терпения. Я думаю, к концу недели потихоньку это нормализуется. Завершился 10-й раунд Астанинского процесса. Международная встреча по Сирии на этот раз состоялась в Сочи. Страны-гаранты перемирия призвали освободить задержанных в ходе внутреннего конфликта. Об итогах сирийских переговоров Дана Нуржан. Десятая международная встреча по Сирии, которая состоялась в Сочи, прошла в формате двух- и трехсторонних встреч. Оппозиция провела отдельный переговор с делегациями Турции, России и ООН. От участия во встрече отказались представители США, хотя они были на 8 из 10 встреч в рамках Астанинского процесса. Участники переговоров обсудили вопрос о продлении перемирия в Сирии, Конституционной комиссии и освобождении заключенных. Создать соответствующие условия для скорейшего добровольного и безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их проживания в Сирии. Стороны будут продолжать совместные усилия с целью укрепления доверия между конфликтующими сторонами в Сирии, в том числе в формате рабочей группы по освобождению задержанных заложников, передачи тел погибших и поиску пропавших без вести. Возвращение сирийских беженцев на родину сегодня один из самых острых вопросов. По оценке российской стороны, сейчас под правительственный контроль Сирии перешла территория, на которой проживает 90% населения страны. Количество беженцев сегодня составляет 6 миллионов 700 тысяч человек. Дану Нужану Александр Любителев, Россия, итоги дня. В следующем году Казахстан рассчитывает улучшить рейтинг в глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Сейчас у страны 57 место среди 137 стран. Рейтинг оценивает способность государства обеспечить высокий уровень благосостояния граждан и влиять на привлечение инвесторов. Показатели Казахстана презентовали сегодня дипломатам и иностранным деловым ассоциациям в Министерстве иностранных дел. Как сообщил представитель Минэкономики, Казахстан в этом году в индексе логистической продуктивности поднялся на 7 позиций. Улучшение рейтинга входит в стратегический план правительства Казахстана. Чтобы достичь намеченного показателя в 2019 году, мы намерены внедрить принципы корпоративного управления в частном секторе, реконструировать более 4000 километров дорог республиканского значения, развивать программу «Женщины в бизнесе» совместно с ЕБРР до 2021 года. Риат Аль-Мальки Палестинское государство последовательно поддерживает крупные международные инициативы в рамках международных организаций. Уверен, что урегулирование палестинской проблемы на Ближнем Востоке является необходимым условием долгосрочного мира и стабильности. Я рад возможности прибыть в Астану и обсудить отношения наших стран, расширить сотрудничество и передать слова благодарности палестинского народа казахстанцам за поддержку в самое сложное для нас время. Казахстан показал себя как постоянный друг Палестины. Мы ценим это. Сегодняшняя встреча – это возможность расширить взаимодействие в области туризма, здравоохранения, торговли, сельского хозяйства, а также безопасности. Казахстан – это важный региональный и международный хаб, который становится все более значимым в мире. Другим темам. Немецкие фермеры из-за аномальной жары несут миллиардные убытки. Засуха стала причиной рекордного неурожая. В наиболее пострадавших районах требуют вести чрезвычайное положение. О том, кто пострадал, а кто наоборот выиграл от продолжительной жары в Германии – материал нашего собственного корреспондента Шолпан Найманбаевой. Обмелевшие реки и высохшие поля – так сейчас выглядят северные регионы Германии, где уже несколько недель не было дождей. А метеорологи тем временем фиксируют все новые температурные рекорды, которые совсем не радуют немецких аграриев. По предварительным прогнозам, они могут лишиться до 30% своего урожая. Больше всего пострадали посевы рапса, пшеницы и кукурузы. Некоторые хозяйства на грани разорения и срочно нуждаются в помощи государства. Очень плохой урожай, особенно в северной и восточной Германии. Мы призываем срочно принять политические меры. Мы опасаемся, что доля неурожая зерновых может составить 20%, а это означает до 8 миллионов тонн меньше, чем в среднем за последние пять лет. Это принесет убыток 1 миллиард 400 миллионов евро для фермеров, которые выращивают зерновые. Что касается рапса, то это 30% неурожая. С урожаем кукурузы также проблемы. Страдают от жары и животные. Палящее солнце выжигает пастбище, и им с каждым днем все труднее находить свежую траву. Фермеры жалуются, что уже сейчас вынуждены кормить скот из зимних запасов. Как вы видите, коровы сейчас отдыхают. Но я недоволен. Посмотрите на поле. Оно должно быть зеленым, а не таким, как сейчас. Солнце все выжгло. Мы сейчас берем сено из наших запасов, чтобы накормить коров и пережить этот засушливый период. Я очень надеюсь, что пойдут дожди, и трава снова зазеленеет. Однако не все несут убытки. К примеру, продавцы мороженого и пивовары в Германии отмечают рекордные продажи. Не исключение и виноделы. В столице Германии сегодня 36 градусов. А для винограда это идеальные условия. Именно в такую знойную жару он вызревает лучше всего, приобретая неповторимый вкус. Как сообщают виноделы, собирать ягоду в этом году они начнут на две недели раньше. И уже прогнозируют, что вино 2018-го станет одним из лучших в их коллекции. Шелпан Найманбаева, Милослав Лариновский. Итоги дня. Германия. Ну и теперь о погоде в Казахстане. Штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра сегодня объявлено в четырех регионах страны. В западном Казахстане, Акмолинской, Кустанайской и Казалардинской областях порывы могут достигать 20 метров в секунду. В северных регионах ожидаются и уже идут дожди. На западе, Мангостаусской, Атраусской и Актюбинской областях прогнозируется сильная жара. Синоптики объясняют, что неустойчивая погода в стране связана с холодными арктическими массами, поступающими с Карского моря. А вот в Астане, Акмолинской и Кустанайской областях завтра синоптики обещают туман. В Казаларде, в строящемся микрорайоне Байтиреку, крадены провода электрических сетей, приборы учета воды и канализационные люки. Два года назад жителям выдали земельные участки для индивидуального строительства. На подведение инфраструктуры затратили более 9 миллиардов тенге. По подсчетам, воры украли свыше 500 счетчиков воды и более 7 километров провода. В Жамбылской области более 200 человек третий сутки тушат природный пожар между ущельями Узенблак и Шошхало. Огонь перекинулся со стороны Кыргызстана. По словам специалистов областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, примерная площадь пожара составляет около 500 гектаров. Бурятся с пламенем при помощи хлопушек, ранцевых огнетушителей и вертолетов. В Актау на реконструкцию Аллеи Победы выделили более 360 миллионов тенге. Проект поддержали иностранные инвесторы. По замыслу авторов, на Аллеи устроят места для отдыха горожан, пешеходные дорожки и установят фонари освещения. В Сузакском районе Туркестанской области открыли две дороги. Объездная протяженностью 7 километров и стоимостью 326 миллионов тенге соединила район с новым областным центром. Раньше по этому участку дороги в сутки проезжало около 2000 автомашин, а теперь грузопоток вырастет кратно. Другая между поселками Балтасу и Карабулак обошлась бюджетом в 224 миллиона тенге. За 4 года в Восточном Казахстане освоили 20 миллиардов тенге, выделенных на реконструкцию водохранилища и каналов. Но эти расходы не оправдывают аграрии. 30 тысяч гектаров орошаемых земель остаются неосвоенными. Это самый низкий показатель в стране, отмечает в Комитете по водным ресурсам Минсельхоза. В октябре начался суд по делу о смерти женщины в лифте жилого дома. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а случилась она в апреле. Жительница многоэтажки скончалась в кабине лифта от травм, несовместимых с жизнью. Как показала экспертиза, причиной гибели послужила неисправность автоматики. Подъемник не прошел экспертного обследования после 25 лет эксплуатации. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 306 части 3 оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подсудимым грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. Получившимся обвиняют директора обслуживающей компании Жанабек-сервис и лифтера, который должен был следить за состоянием подъемника. Представители этой фирмы брали жильцов деньги за техобслуживание и должны были отвечать за безопасность людей. Мы хотим, чтобы виновные понесли наказание за свою халатность. В Восточном Казахстане не хватает детских врачей и реабилитологов. Во всем регионе сегодня не больше 30 медработников, способных восстановить пациентов после тяжелых травм. О дефиците медицинских кадров Вячеслав Фитлугин. Инвалид второй группы Андрей Жестовский занимается спортом и больницы посещает редко. Однако сложный диагноз – церебральный паралич – вынуждает проходить восстановительные курсы у массажистов и ортопедов. В семейных врачебных амбулаториях таких услуг не оказывают. А в областном реабилитационном центре, по словам Андрея, очереди растягиваются на несколько месяцев. Они выписывают массажи, а я не получаю должного обслуживания. Не могут, точнее, сделать они врачей. Мне приходится находить врачей. Мануальный терапевт, дай мне бог памяти, брал 23 за сеанс. А сеанс? Тысяча. Это сеанс. А сеансов надо 12. Реабилитационный центр Усть-Каменогорска готов принимать только 3000 человек в год. Больше всего работы у узких специалистов – врачей-ортопедов и невропатологов. Помимо ежедневно поступающих, на медицинском учете у них 900 пациентов с детским церебральным параличом. Кроме того, не меньше 400 юных пациентов ежегодно обращаются с травмами опорно-двигательного аппарата. Когда изначально строился реабилитационный центр, у него несколько иная функция была – узкоспециализированная. То есть рассчитано было оказание реабилитационной помощи кардиологическим больным. Спектр вот этих вот услуг реабилитационных, он значительно расширился этот список. И сегодня не только кардиологические, но и неврологические больные. Снять нагрузку с реабилитационного центра поможет открытие отделения детской реабилитации. Этот вопрос сейчас решается на уровне руководителей региона. У нас в области отсутствует детская реабилитация. Приезжали корейские врачи, провели мастер-класс. Проблема есть, проблему мы стараемся решить, вот эти мастер-классы. Но я думаю, назрела пора открыть реабилитационное отделение при центре матери и ребенка, где действительно эти дети будут проходить первичную реабилитацию. Между тем, дефицит врачебных кадров, в том числе и реабилитологов, восполнят за счет курсов повышения квалификации медперсонала. В этом году на переобучение 50 местных врачей в лучших клиниках Европы и Азии. Из регионального бюджета облздрав получит почти миллиард тенге. Вячеслав Фитлугин, Дмитрий Пыхтин и Роман Родионов. Итоги дня. Усть-Каменогорск. Акмолинские налоговики выявили факты умышленного сокрытия доходов предпринимателями в курортной зоне. Мониторинг коснулся кафе и гостиниц, расположенных в Бурабайском районе. Некоторые владельцы занижали данные о своей выручке в 10 раз. Обнаружены факты отсутствия регистрации, обслуживания без чеков и продажи алкоголя без лицензии. В Магисталской области планируют реализовать крупный туристический проект. Это создание рекреационной туристической зоны на месте впадины Харагея в местности Ашасор. Для этого от Каспийского моря предлагается прорыть канал и заполнить водой площадь почти в 200 квадратных километров. Но проект вызывает опасения у независимых общественных экологов. Они считают, что такое вмешательство может навредить экологии Каспия. Еще каких-то три столетия назад эта территория была затоплена водой. Затем море начало отступать. Сейчас здесь голая степь. Теперь эту территорию на площади 220 квадратных километров планируют снова залить водой. Местность Ашасор находится в одной из самых глубоких впадин в мире – Карагея. Здесь планируют создать водоем. Для этого в планах прорыть канал из Каспийского моря. На берегу возведут отель и обустроят пляжи. Предварительная стоимость проекта – более 60 миллиардов тенге. Вот эта техника экономической обоснования, она как раз покажет и ответит нам на все те вопросы, которые сейчас у нас очень активно обсуждаются в социальных сетях, в СМИ, среди неправительственных организаций, какие возможные могут быть риски и как мы их будем снижать. Радость от реализации туристического проекта не разделяют независимые экологи. Они считают, что искусственное море может превратиться во второй орал, а в регионе появится дополнительный источник испарения. Кроме того, любое вмешательство в Каспий должно быть согласовано с другими прибрежными государствами. Мы в документах не увидели, какое воздействие будет оказано на биоразнообразие самого Каспийского моря, то есть момент открытия этого канала, когда вода самотеком будет наполнять эту впадину Ашосор. На этой территории имеются некие месторождения урана. И поэтому опять-таки возникает вопрос, насколько эта тема была проработана, не произойдет ли размытие этих месторождений, и затем последующая концентрация накопления тяжелых металлов. Как бы то ни было, проект одобрили депутаты областного маслехата. Надеемся, что те опасения, которые сегодня были высказаны и депутатами, и общественностью, они все-таки останутся опасениями, и в общем-то наши специалисты, экологи, они найдут консенсус так, чтобы избавить этот проект от каких-то будущих экологических бедствий. Техника экономического обоснования проекта уже готова. Вскоре его ждет госэкспертиза, и если его утвердят, то и проектно-сметная документация. Ольга Золотых, Саламат Бикбаев. Итоги дня. Мангистаутская область. Три музея откроют в Таразе. Это музей славы Данг, Жильдоксан и музей имени Жамбала Жабаева. Два из них будут открыты до конца года. Сотрудники областного историка Краеведческого музея собирают новые экспонаты. Помогают пополнять фонд и сами жамбылцы. В музее они приносят старинные вещи. Медные чаши, кувшины, сундуки прошлого столетия. Недавно внук героя Советского Союза, Саду Шакирова, Сакин Шакиров, подарил музею Тикемет. И в завершении выпуска еще об интересном. Грузия присоединилась к странам с жарким летом, где проходят водные фестивали. Его впервые организовали в эти выходные в Тбилиси. Всем гостям выдали водные пистолеты. В аномальную жару фестиваль стал настоящим спасением для горожан и туристов. Поэтому организаторы намерены проводить его ежегодно. Сухим отсюда никто не выйдет. Сотни жителей гостей Тбилиси собрались в центральном парке города. Вооружившись водными пистолетами и водометами, молодежь вместе со взрослыми с удовольствием играет в водные перестрелки. Промокшие до ниток гости фестиваля не спешат домой. Ведь здесь идеальное спасение от летнего зноя. Я узнала о фестивале из соцсетей и примчалась с друзьями. Здесь безумно весело. Мы как сумасшедшие бегаем с водными пистолетами в руках. Столько эмоций почувствовали в конкурсах. Покатались на аттракционах. Я пришел с друзьями. Как всегда, организаторы постарались. Всем очень весело. Я раньше никогда такого не видел. Обливались с ребятами только в деревне. А в городе такого счастья раньше не было. Охладиться в аномальную жару тбилистцам помогает администрация Центрального парка. Здесь с успехом уже провели грандиозный фестиваль мороженого. Сегодня вот обливание. В рамках мероприятия все участники катаются на водных аттракционах совершенно бесплатно. Фестиваль обливания проходит в парке Мтатсминда уже второй день. Сейчас самый жаркий период лета. И мы стараемся помочь гостям охладиться и развлечься после тяжелых будней. Приглашенные аниматоры следят, чтобы абсолютно все участники были в хорошем настроении. Самые искусные стрелки получат в подарок ваучер на все аттракционы парка. Водный фестиваль вот уже многие годы с большим размахом проводят в Таиланде, Лаосе и Камбодже. Теперь к списку присоединилась и Грузия. По словам организаторов, фестиваль станет ежегодным. И помимо Тбилиси его будут проводить во всех крупных городах страны. Лилия Шеймарданова, Татьяна Джани Бегашвили. Итоги дня. Грузия, Тбилиси. Ну, в Астану сегодня вернулась прохлада и в пору доставать куртки. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.